Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видновской школе номер 2 состоялся прием населения в формате выездной администрации. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант для таких массовых встреч, когда присутствуют представители разных служб и депутатского корпуса. В Московской области стартовала акция «Коробка храбрости». Самое главное, что эта акция получила большое распространение. Мы видим на разных территориях очень много людей участвовать. В жилом комплексе Бутова парк открылся новый участковый пункт полиции. Их сейчас 13, это во второй в этом году. Предыдущий в апреле открывали в поселке Володарск. Это удаленная такая достаточно территория. В Видновской школе номер 2 в жилом комплексе «Зеленая аллея» состоялся прием населения в формате выездной администрации. В рамках встречи местные жители смогли пообщаться с представителями разных служб и ведомств на волнующие темы. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Выездная администрация, как показала практика, наиболее удобный вариант диалога с жителями. Это не просто встреча со специалистом одного профиля, а комплексный подход, позволяющий решать обращения разного направления. Попробовали практику выездных приемов. Это когда садятся все, глава, начальники управления, заместители по всем направлениям, чтобы можно было подойти. И вот на прошлом приеме неравнодушный житель вашего микрорайона подошел и сказал, можно ли у нас в «Зеленых аллеях». «Зеленые аллеях» вроде бы не самый большой такой микрорайончик у нас здесь, но тем не менее вопросы есть. Я очень удивлюсь, если вы нас удивите хоть каким-то вопросом новым, на что-то мы сможем ответить, что-то будем решать в перспективе. На вопросы жителей отвечали заместители главы администрации округа, представители профильных служб и ведомств муниципалитета. Я пришла к Дубовицкой для того, чтобы решить вопрос о территории, которая принадлежит администрации, в заблужденном состоянии, перед парком. Жительнице деревни Тарычево Ирине Денисюк удалось пообщаться с представителями нескольких управлений и обсудить основные проблемные вопросы, такие как ремонт дорог, парковочные места для автомобилей, освещение улиц и газовое обслуживание. Самый острый вопрос – канализация. Надеемся и ждем. Включили нас в государственную программу. Надеемся решиться. В основном на приеме присутствовали жители микрорайона Зеленой аллеи, но также и из других населенных пунктов округа. Людмила Власенко обращалась по поводу разрушенной дороги в деревне Калиновка. Со временем асфальтовое покрытие пришло в негодность. Варианты нам предложили на этой неделе ее посмотрят, примут на баланс и вопрос, я думаю, решится. Многие обращения взяли на контроль и депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант для таких массовых встреч, когда присутствуют представители разных служб и депутатского корпуса. И как раз это помогает скоротечно найти решение того или иного вопроса. Ну а то, что не получается решить сразу, конечно, взять в работу. Заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская помогла разобраться жителям в вопросах социальной сферы и получении льготных лекарств. Действительно, были раньше у нас на льховый фонд, где действительно люди получали все вот эти принадлежности, которые им нужны были. А сейчас, конечно, есть немножко вопросы. Ну и по лекарствам, сейчас лекарства тоже не очень поступают, как бы хотелось. И не поступают те препараты, которые были по определенной болезни. Но есть аналог. И врач, который назначает, если он знает, что этот препарат не поступил, он обязан человеку аналог. Некоторые вопросы требуют детальной проработки, другие же будут решены в ближайшее время. Встречи с населением в формате выездной администрации планируют проводить на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Московской области, в том числе и в Ленинском городском округе, стартовала акция «Коробка храбрости». Ее инициаторами стали сторонники партии «Единая Россия» совместно с региональным партийным проектом «Добрая комната». Благодаря единороссам «Добрые комнаты» появились во многих поликлиниках Ленинского округа. Здесь юные посетители медучреждений могут с пользой провести время и отвлечься от больничных забот. Акция «Коробка храбрости» направлена на сбор канцелярских принадлежностей, игр, альбомов для раскрашивания книжек и других призов за смелость маленьким пациентам. Одним из первых в ней принял участие депутат Московской областной думы Владимир Жук. Самое главное, что эта акция получила большое распространение. Мы видим, на разных территориях очень много людей участвуют. Поэтому хотелось бы призвать всех, кто неравнодушен, тоже принять в ней участие. И вот такие игрушки, канцелярские товары, игры тоже приносить в местное отделение партии. Принять участие в акции «Коробка храбрости» может любой желающий. Марафон добрых дел партии «Единая Россия» продолжится организацией сбора подарков к Новому году для детей-участников специальной военной операции. Так что почувствовать себя немножко Дедом Морозом сможет каждый. Адрес общественной приемной партии «Единая Россия» – город Видное, улица Школьная, дом 17. В жилом комплексе «Бутово-парк» начал работу новый участковый пункт полиции. Он будет обслуживать около 25 тысяч жителей этого жилого комплекса и ряда других близлежащих населенных пунктов. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, а также сотрудники ОМВД отметили важность шаговой доступности к новому участковому пункту. Это повысит безопасность жителей и позволит снизить уровень социальной напряженности. Я уверен, что с открытием этого участкового пункта полиции в этой локации будет безопаснее, а участковые полномоченные, которые на постоянной основе здесь будут находиться, будут грамотно и своевременно реагировать на обращения граждан. Администрация оказывает содействие в создании участковых пунктов полиции. Алексей Спасский рассказал о преимуществах новых опорных пунктов. Их сейчас 13, это во второй в этом году. Предыдущие в апреле открывали в поселке Володарск. Это удаленная такая достаточно территория. И вот полгода, там чуть больше прошедшие, показали, что очень востребовано. Люди приходят, люди обращаются. И возможность не куда-то ехать, а действительно пешком 5-7-10 минут дойти. Это очень-очень важно. На данной территории участковые уже назначены. Несмотря на то, что график работы сформирован, они всегда примут человека вне зависимости от времени обращения. Прием граждан будет решаться как и в приемные часы, так и в те дни и время, когда гражданин пришел. Соответственно, он также будет принят и выслушан. И если необходимость в этом есть, принято от него будет заявление. Условия, конечно, на высоком уровне. Как тут не радоваться. Потому что имеется все необходимое для нахождения здесь чуть ли не круглосуточно. Ситуации, в которых мы разбираемся, носят разный характер. Ввиду чего? Что-то можно решить за 5 минут. Какие-то ситуации занимают, в том числе целые сутки. Где-то необходимо разъяснить правильно гражданам правильное положение в соответствии с законодательством, как им необходимо действовать, чтобы они прекрасно поняли и смогли разрешить свою проблему. Отделение пункта полиции сделано комфортным не только для сотрудников, но и для граждан округа. В участковом пункте полиции микрорайона Бутовый парк сделано все не только для взрослых людей, но и для их детей, которые могут провести время в игровой зоне, пока ждут своих родителей. Чтобы не было какое-то напряжение, потому что дети мало понимают, а когда они видят игрушки, они чувствуют себя защищенно и безопаснее, и так спокойнее. Долгожданное событие случилось в преддверии знаменательной даты. 17 ноября исполняется 100 лет со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видне ТВ. Каждый год в третье воскресенье ноября отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. По традиции в это время принято напоминать о правилах безопасного поведения на дорогах, а также чтить память погибших в ДТП. Одно из таких мероприятий провели для студентов колледжа Московия. Все подробности в следующем сюжете. Автомобили – источник повышенной опасности. Во всем мире ежегодно в ДТП погибают миллионы человек. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий проходит в третье воскресенье ноября. В преддверии этого события в колледже Московия состоялось тематическое мероприятие. Ежегодно Всемирный день жертв погибших в ДТП. Мы приглашаем сюда сотрудников ГИБДД, сотрудников МЧС, прокуратуру и проводим профилактическое мероприятие с студентами в основном первых курсов ежегодно о том, как себя правильно вести на дорогах. Ответственность за проведение разъяснительной работы лежит на сотрудниках госавтоинспекции. Очень хочется, чтобы наши участники дорожного движения были живы и здоровы. Поэтому мы сегодня встретились с нашими студентами. Ребятам еще раз напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, как в качестве пассажиров, как в качестве водителей, пешеходов. Кроме того, представитель МЧС показал студентам, как оказывать первую помощь пострадавшему в ДТП. Всем весом тела нужно производить сжатие на грудную клетку на глубину 6 сантиметров. В конце мероприятия ребята зажгли свечи, из которых было выложено слово «помним» и почтили память погибших минутой молчания. Безопасность на дорогах – зона ответственности каждого участника движения. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.